Всем огромный привет, дорогие друзья! У нас сегодня с вами видео из рубрики «Истории жизни» про сайты знакомств, про РСП, про любовь, про отношения между мужчиной и женщиной, про всё про это. Кому интересен данный контент, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также заглядывайте в плейлисты «Истории жизни», «Психологии отношений», чтобы посмотреть предыдущие видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Кому интересен влоговый контент, тоже есть у меня на канале, где я дозированно показываю мужа, детей, покупки о погоде и природе. То есть, влоговый контент тоже есть на канале и покупки в Алборис. Также напоминаю, чтобы вы подписывались на мой Бусти-канал, где мы будем проводить прямые эфиры и стримы и будем обсуждать абсолютно всё, как говорится, без цензуры, 18+, потому что там нет никаких ограничений. Ссылка на моё Бусти будет под этим видео в описании и в закреплённом комментарии. Оформляйте подписку уровня прямые эфиры и стримы и будем общаться. Но сейчас, собственно, переходим к истории. И хочу я сразу начать с комментариев, достаточно длинного и, как бы, такой очень хороший комментарий. Мне понравился. Давайте разберём его. Смотрите. Спросите женщин, выйдут ли они замуж за мужчину с двумя детьми. Ответ в 99% будет нет. Семья, где чужого ребёнка ставят выше тебя, обречена на развод автоматически. Ну, с этим, конечно, трудно поспорить. То есть, как бы, да, женщины вряд ли согласятся выйти замуж за мужчину, если у него там алименты на твоих детей. Да, то есть, как бы, ну, как есть, так есть. Хотя ситуации бывают самые разные. Женщины тоже бывают разные. Меркантильных женщин много, ну и меркантильных мужчин тоже достаточно. Я говорю, как почитаешь комментарии, буквально все считаются. Абсолютно все. Мне вспоминается, вот почему-то такая история всплыла, значит, знакомый есть один, очень хорошо зарабатывает. И вот он уже женился, всё, но до этого у него были разные девочки, женщины, девушки, он никак не мог определиться. Потому что попадались ему явные такие вот, ну, дурочки с переулочком. Значит, встречается он с одной, она ему говорит, ну, послушай, ну, ты же такой богатый, ты же так хорошо зарабатываешь, он айтишник вообще, да. И говорит, ну, а зачем мне вообще учиться, я там бросаю учебу на том институте, по-моему, училась, не буду работать, ну, нам хватит твоей зарплаты, типа, вон, за глаза, да. Он говорит, я молча, ну, они в машине там сидели, ехали в такси или что, мы доехали, говорит, до места, я молча встала и ушел. Всё, без объяснения причин, потому что, ну, это здравствуй, дерево. Вот я полностью с ним согласна. То есть, о чём говорить с ней? Это же, ну, отбитая, отбитка полностью, да. То есть, если она хочет бросить учебу, работу, если для неё чужие деньги, это всё, ну, о чём с ней разговаривать? Конечно, ВЭК, то есть, есть такие явные перегибы, я согласна, с этим не поспоришь. Но есть и ситуации разные, то есть, есть и ситуации, когда женщина примет мужчину, у которого, там, алименты на двоих детей, да, то есть, самые разные ситуации бывают. Но здесь, конечно, речь не про алименты, я, как бы, немножечко в сторону отвожу речь о том, что если мужчина, может быть, имеется в виду вдовец и живёт с двумя детьми. Кстати, вот именно в этой ситуации, когда мужчина вдовец, женщина как раз-таки и может принять чужого ребёнка и даже двух. Почему? Потому что не будет другой женщины, матери этих детей, да, именно так, которая будет в любом случае общаться с детьми или с этим мужчиной, не будет вот это вот, извините меня, как говно в проруби болтаться этот мужчина между этой женщиной своей бывшей и между новой женщиной, как бы вот это вот всё, да. То есть, такая ситуация, если мужчина живёт со своим ребёнком по каким-то причинам, он должен отсекать эту бывшую жену, сожительницу сразу, да, чтобы построить свою новую жизнь. Потому что есть женщины, которые, да, они пойдут и будут жить с ребёнком мужчины и примут этого ребёнка как своего, но бывшей жены быть не должно. Либо он вдовец, либо она вообще исчезла из жизни, с ребёнком не общается и он взыскивает с неё элементы. Только так, понимаете, чётко и конкретно. Также, наверное, ситуации, когда, значит, мужчина женится на женщине с ребёнком и этот ребёнок общается со своим осумом. Нет, здесь, наверное, всё-таки, знаете ли, другая ситуация, потому что женщины более-таки ревнивые создания всё-таки. Мужчины, наверное, будут с пониманием относиться, если ребёнок будет общаться, ну, как говорят, ребёнок РСП, да, со своим отцом. Опять же, давайте так, ну, это дальше будет по ходу комментария. Женщина с ребёнком, которая говорит, что якобы женщина с ребёнком принимает мужчину в свою семью, это однозначно глупое. По причине того, что это не семья, а ЭРЗАЦ. Семья, я не знаю, что такое ЭРЗАЦ, но неважно. И в 95% случаев мужчина нужен только для зарабатывания денег для неё и её ребёнка. Ну, это бред. Нет, ребят, правда, это вот бред. Вот с этим моментом я совершенно не согласна. Ну, во-первых, если женщина там разведена, она тоже как-то, ну, работает, ей же надо как-то выживать. Она работает и зарабатывает. И если она ищет себе обеспечена, как вот многие считают, она обречена на провал, потому что мужчины тоже на всё это смотрят и считаются. И знаете, я очень много общалась с женщинами, с девочками, которые в разводе и которые хотят выйти замуж. Поверьте мне, вот лично те, с которыми общалась я, а их было достаточно много, они хотят чувств, они хотят отношений. Они вот, да, как это ни банально, хотят любить и быть любимыми. Поверьте, это всё не про деньги. Естественно, наверное, вы сталкивались с другими. Есть разные, которые хотят и такие меркантильные, которые хотят обеспечена себе найти. Но есть и нормальные, которые просто хотят второй раз замуж выйти, второго там ребёнка родить и снова вместе всё это нарабатывать. Есть и такие. Просто, опять же, это к следующему пункту. Изначально все эти гуру начались в женском сегменте соцсетей, которые изначально промыли мозги женщинам и сделали их потреблядями, а уже потом появились эти МД. Что те, что другие, обвиняют кого угодно, только не себя и не свою глупость. Ну, кстати, да, с этим я согласна. Когда-то давно, несколько лет назад, правда, я наткнулась на какой-то такой канал. Но он назывался что-то такое «Охотница за олигархами», что-то такое, да. И там какая-то гламурненькая тётенька такая рассказывала, как надо охотиться на олигархов. Ну, это уже совсем другая история. Где есть олигархи? Ну, наверное, они из Питера и в Москве. Например, вот у нас в Беларуси олигархов нет, да. То есть вот у нас жизнь совершенно другая. Может быть, у вас там в России имеется в виду Москва, Питер, какие-то вообще другие люди, там есть богатые и всё. У нас как бы, вот знаете, вот всё более или менее так усреднено. Вот правда, более или менее, ну, кто-то побогаче, кто-то там победнее, как бы, вот кто в больших городах живёт, ну, побогаче, может быть, там, центр, всё. А вот даже на район приезжаешь, вот даже в своём городе я живу достаточно, ну, большой областной город, да, приезжаешь на район, и как бы там совсем другая жизнь. Но всё равно всё как бы усреднено у нас и Беларуси, да. Поэтому у вас, видимо, да, совершенно иная жизнь. То есть есть и такие были каналы, вот охотницы за этими вот олигархами. Ну, это, говорю, это Москва-Питер. Ну, весь мир, это же не Москва-Питер, правда же. Я уверена, что и там тоже есть люди абсолютно разные. И тоже, которые хотят там и семьи, и всё. Знаете, вот когда мужчина столкнётся с какой-нибудь такой вот, ну, не хочется тут выражаться, я говорю, на Ютубе тут приходится выбирать выражение, на пусть можно было бы общаться в совершенно ином ключе. Так вот, столкнётся когда-нибудь вот с такой вот, который действительно ищет вот кто бы её там обеспечивал, её этого ребёнка, да. И потом они начинают делать перенос на весь белый свет, что все женщины плохи. Это работает в обе стороны. И женщины тоже бывают такие. Вот, смотрите, это не какого-нибудь козла, который там бил, пил, там изменял, не работал. И всё. И они начинают, все мужики-козлы, и делают этот перенос. Вот это самая большая ошибка. Это одна женщина с вами так поступила. Это один мужчина с вами так поступил. Это не значит, что все будут поступать с вами точно так же, и что они такие же. Вот это самая большая глупость. Это вы как бы себе обрубаете вот этот вот, ну, сразу вот всё обрубаете, да. То есть вы все плохие, всё, меня одна обидела, все такие. Нет, все разные. Много однотипных людей одинаковых. Много. Но, тем не менее, не все. Ладно, давайте читать дальше. Ведь если разобраться, то куда ты смотрел-смотрела перед тем, как заключить брак. Как минимум 70% разводов по причине, что люди изначально не подходили друг к другу. И путали влюблённость с любовью, не более того. Выбор партнёра неправильный. Вот в чём причина. Вот на все 100 согласна. На все 200. Самая главная проблема, по которой вообще семьи разрушаются, это то, что неправильно подобран партнёр. Да? Просто. Почему разводы происходят? Ну, потому что ты живёшь не с той, потому что ты живёшь не с тем. Почему вообще люди сходятся изначально? По ошибке. Много разных есть примеров. Например, одна там девочка, которая уже сейчас бабушка на данный момент. Почему она вышла замуж за своего там ныне дедушку? Потому что, не потому что она его там любила, она его не любила. Нет, вообще, от слова совсем. Вышла замуж, потому что в её семье её гонабил отец. И жить там было невозможно. Ну, так отец тиран был. Всё. И она вышла замуж за первого встречного, понимаете, вот выскочила. То есть причины могут быть самые разные. Вторую я знаю такую. Моя бывшая подруга, значит, она вышла замуж первый раз, уже второй раз вышла. Она хотела погулять на свадьбе, понимаете. Просто погулять, потусить. Там было такое разгуляева. Там вот эти ритуальные наряды, эти белые, там чёрные. Там один день, второй день, там лимузины, шлимузины. Они года не прожили. Она его просто не хотела. Говорит, меня от него тошнит. Она там за деньги с ним спала. Потом я начал изменять. Там, фу, ну, какие гадости говорила, что не хочется даже это говорить. Всё. Она вышла замуж потом второй раз. Всё у них хорошо, замечательно. А этот первый на ней изначально женился, потому что у неё был папа при связях и мама. Он хотел по карьерной лестнице продвинуться. Но папа сказал, м-м. И он, да пошли вы все. Ну вот как-то так, понимаете. Надо такую семью сохранять. Да это не семья, это бред. Это люди сошлись по ошибке. Браки должны распадаться. Я знаю, что сейчас многие начнут там кидаться тапками. А, как ты смеешь там говорить? Но если люди, вот я как привожу примеры, по ошибке заскочили в ЗАГС и что-то там писнули. И что теперь? Мучатся всю жизнь? Да бред бредовый. Конечно, должны распадаться эти браки. Потому что они создаются по разным причинам. Погулять хочется, там папа тиран, там сбежать из дома, просто статус, просто там еще какие-то там причины бывают, да? Или просто там кто-то за кем-то долго шляется, ходит, ухаживает там, бегает там. Например, она за ним тоже, пару таких случаев знаю, годами она за ним там ухаживает там и все. И потом все, он ну ладно, из жалости на ней женится, по привычке уже там, из жалости, но это же не любовь, да? Потом он встречает через несколько лет свою женщину, он ее любит, хочет быть с ней, а там эта какая-то сидит. Он что, должен семью такую сохранять? Нет, не должен. Это работает в обе стороны, понимаете? Давайте не будем вот эти вот стереотипы ляпать, да? Вот эти вот ханжества, вот это вот лицемерие, вот семья должна сохраняться. Если семьи нету, а семья у тебя вот в очереди стоит, в дверь тебе стучит твоя семья, вот эту семью надо сохранять, а не то, что... Знаете, как вот многие, ой, а что там подумают в обществе, а что там скажет Аня, Клава? Да вам не по барабану, это чужое мнение, вы не живете с Маней, с Клавой, с Васей Пупкиным. Это ваша жизнь, вы ее проживаете так, как считаете нужным. Она у тебя тоже какие-то элементарные вещи, но многие так вот смотрят на вот это общественное мнение, тоже знают такую семью, им уже ближе к семидесяти. Они промучились всю свою жизнь, сошлись по ошибке, вот про ошибки сошлись. Они друг друга ненавидят, ну надо было разводиться давно, они испортили друг другу жизнь, потому что и он, и она думали, а что люди скажут. Ну такие, знаете, вот еще старые там закалки какие-то, ну это же маразм чистой воды. И они злобные, вот сейчас они живут, им, говорят, под семьдесят, да, там шестьдесят пять плюс. И ждут, когда кто-то первый копыта откинет. Понимаете, это нормально? Нет. А разведись они вовремя, он бы женился, она бы вышла замуж и были бы счастливы. Но не друг с другом, но так тоже бывает. Так, а также причина засиделась в девках, пора жениться, тебе уже 23 года, когда женишься, пора уже внуков нянчить и так далее. Все дело в спешке. И глупости, что мужчины, что женщины. А виноваты, конечно, кто угодно, но не сами они. Как это похоже на хотелось бы добавить, что у меня также есть податки. Ну это другой, ладно, сейчас зачитаю. Согласна, вообще на все столы, что происходит все как-то в спешке, что да, там ты почему замуж не выходишь, ты почему не женишься, я там хочу внуков, бла-бла-бла. Но не встретил своего человека, вообще не хочу просто, да, не надо спешить. Потому что вот когда все происходит в спешке, вот мы встретились, вот мы там в хойку сходили, в ЗАГС сходили, а потом приду домой, там ты сидишь, да, никому это нафиг не упало. Поэтому, конечно же, надо разводиться и расходиться. А лучше не спешить и не бежать в эти ЗАГСы. Повстречаться, узнать друг друга, пожить, конечно же, вместе какое-то время, да, год, может быть, даже два, а потом уже бежать в ЗАГСы, расписываться. И ни в коем случае не делать никого беременной, да, предохраняйтесь, мужчина, ёж моё. Вы же кричите, вот она там, такая сика, поставила там на элементы, а что вы её брехатите? Вы сначала посмотрите на человека, правда же? Вы поймите, вы будете с ней жить всю жизнь или нет? Чего вы спешите её брехать-то скорее? Думать надо головой не этим местом, чтобы вас никто на элементы не ставил. А если нам будут говорить, как вот у меня тоже куча историй на канале есть, я там пью таблетки, у меня там спираль стоит, не верьте, врёт, не пьёт, не стоит. Да, контролируйте этот процесс сами, чтобы потом не хлебать. Так, как это похоже? Так, подозрение. Значит, есть подозрение, что как минимум половина подобных каналов стоит на зарплатах у западных некоммерческих организаций, цель которых развалить институт семьи по всему миру. И мы видим последствия этого в западных странах. Я про ЛГБТ. Ну вот, весь собственный комментарий. Ну, согласитесь, что он имеет место быть. Да, есть и такие действительно женские каналы, которые вот прут вот это вот всё, там надо мужиков, значит, оббирать там, хотя, ну вот это вся бредятина, да, и вкладывается это в голову женщинам, вкладывается это в голову мужчинам. А очень много людей, которые не думают собственной головой, которые ведомые, которые, ой, послушай, там ещё что-то на благодатную почву это ляжет, кто-то кого-то обманул, бросил, кинул, все плохие, всё. Ну, мужики-казлы, буду их использовать, бабы, все там РСПшки-днища, вообще не буду ни с кем связываться и так далее и тому подобное. И все сидят поодиночке, излобные на весь белый свет. Вот понимаете, что на самом деле происходит? Промытые мозги как с одной стороны, так и с другой стороны. И вот кому-то это нравится, кому-то это не нравится, ну это правда. Всегда додумать своей головой, потому что я всегда говорю, каждая ситуация, она абсолютно индивидуальна. Вот абсолютно любая ситуация. Да, я говорю, вот это настолько ошибочно делать перенос, если тебя кто-то обидел, на другого человека. Может быть, 10 будут таких же, как ваша предыдущая вот эта баба, ну скажем уже по-простому баба, мужик там, ну если обижает кто-то кого-то, да. А 11 будет не баба, а женщина и ваша. А вы профукайте, мимо пройдёте, потому что вот вы будете всех под одну к ребёнку. Понимаете, о чём речь? Вот всё. Людей надо узнавать, людьми надо договариваться. И вот весь этот маразм выкинуть из головы. Ну, ладно, тут можно много говорить, в принципе, я думаю, хотела ещё там несколько комментариев засчитать и что-то прокомментировать. Но я вижу, что видео уже получается длинным, поэтому надо бы закругляться. Потом пишите своё мнение, что вы думаете по этому поводу. Красной нитью это то, что главное не спешить кого-то делать с беременным, бежать в ЗАГС и правильно подбирать партнёра. Это касается как мужчин, так и женщин, и тогда всё будет хорошо. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Заглядывайте в плейлисты истории жизни, психологии отношений, чтобы посмотреть предыдущее видео. И подписывайтесь на Boosty, ссылка под этим видео в описании, в закреплённом комментарии, чтобы общаться открыто, откровенно, не подбирая слова, без цензуры на Boosty, на прямых эфирах и стримах. Всем огромное спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. Пока.